Всем привет! Наступил четверг, а это значит, что на 11 канале пришло время поговорить о спорте. В эфире программа Овертайм и с вами я, ее ведущий Максим Исаенко. Поехали! В клубе «Гамбит» состоялся традиционный матч престижа по шахматам «Север-Юг». 16 сильнейших шахматистов северной части Полевского сражались против 16 сильнейших южан. Самое принципиальное шахматное соперничество Полевского, как всегда, проходило быстро, динамично, азартно и порой эмоционально. Здесь не выигрываются медали, а завоевывается престиж. В прошлом году из-за известных событий, связанных с коронавирусом, данный турнир не проводился. Действующим победителем осталась сборная южной части Полевского. К сожалению, в этот раз не все сильнейшие шахматисты смогли принять участие в данном турнире престижа. Но от этого менее напряженными и статусными соревнования не стали. Настрой сложный, потому что, сами знаете, коронавирус, есть заболевшие, причем много заболевших. Кто-то находится на самоизоляции, поэтому составы неоптимальные. Но будем стараться, будем бороться. Я надеюсь, победим. Турнир проходил по так называемой шовенингенской системе. То есть представители одной команды поочередно играют со всеми участниками из другой сборной. Это соревнование категории «блиц». Здесь каждому участнику на партию отводится всего пять минут. Я считаю, что силы примерно равны. В прошлый раз, в 2019 году, Юг победил с переездом в одну очко. Так что, ну, 50-50 почти. Был момент, когда северчане выигрывали 30-40 очков. Ну, это, видимо, уже давно в прошлом. Теперь силы выравнялись. Ну, тяжело сказать, потому что именно вот из-за пандемии что-то сдвинулось. Пришлось ребят молодых набирать. Потому что есть пенсионеры, есть болеющие пенсионеры. Ну, приблизительно равные. Надеемся, надеемся. Северчане начали белыми и проиграли первый тур со счетом 6-10. Но, несмотря на это, Север сумел собраться и одержать итоговую победу со счетом 137,5 на 118,5 баллов, вернув себе тем самым заветный переходящий кубок. Лучшим у южан стал Дмитрий Коломеец, набравший 13 очков из 16 возможных. У лучшего северчанина Александра Ващенко на полбала меньше. В Тире, лыжной базы физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода, на протяжении двух дней проходило лично командное первенство градообразующего предприятия Полевского по пулевой стрельбе в зачет 24-й зимней спартакяды Северского трубного завода. В меткости соревновались 163 участника, 122 мужчины и 41 женщина. Соревнования проходят с соблюдением всех антиковидных мер. Обязательный масочный режим, обработка рук и винтовок, а также участники специально разбиты по времени, чтобы в Тире единовременно находилось не слишком большое количество стрелков. Пулевая стрельба это первый вид заводской зимней спартакяды и в этом году борьба в общем зачете обещает быть еще более упорной и напряженной, поскольку организаторы для повышения здоровой конкуренции сократили количество групп с 4 до 3, соответственно плотность результатов выросла. Многие участники пришли на соревнования по стрельбе после ночной смены на заводе, но несмотря на это настроены были на высокие результаты. Тем более, что для большинства это далеко не первые стрельбы и уже были определенные успехи. Летом было очень хорошо, сейчас вроде как бы после смены, видимо, немножко как-то сказывается. Здесь главное участие или все-таки за победой пришли? Участие. Ну кому как. Нет, мне-то не хочется победы, но пускай будет участие. Александр Попов из трубопрокатного цеха номер один Северского трубного завода – постоянный участник цеховых и заводских соревнований по стрельбе. В этот раз пришел со своей винтовкой. Недавно приобрел, но пристрелять пристрелил, не знаю как получится. До этого какие-то успехи были уже. Ну в цехе были, а так по заводу не было. Новое оружие может удачу принесет. Надеюсь. Один из соперников Александра Попова в личном первенстве, еще один постоянный участник стрелковых турниров – Станислав Семибратов из УЦРЭО. Как всегда был настроен только на победу. Сегодня удалось выбить 48. В принципе результат неплохой. Ну обычно я стреляю свои винтовки, но сегодня не было возможности. То я думаю, что погрешность какая-то все равно есть у этих уместных винтовок. Поэтому до 50 не удалось как бы добить. А так вообще ездим на областные соревнования, выигрываем постоянно, первые места берем. То есть я в армии служил как бы старший стрелок, должность у меня была. Стреляли хорошо всегда. Борьба получилась очень напряженной. В итоге в мужском зачете сразу трое участников набрали по 48 баллов. Но поскольку попадания ближе к центру мишени были у Станислава Семибратова, он и стал первым. Второе место у Александра Попова, бронза у Юрия Анисимова. У женщин-чемпионкой стала также представительница трубоэлектросварщиков Людмила Сабунина, выбившая тоже 48 очков. Организаторы заводской спартакиады стараются не стоять на месте и постоянно что-то меняют и добавляют. Например, в этом году дополнительно введен новый вид – плавание. А также вместо баскетбола заводчане теперь будут соревноваться в более демократичном стритболе. Работники городообразующего предприятия соскучились по подобным спортивным мероприятиям. И есть надежда, что нынешняя зимняя спартакиада будет одной из самых интересных. Новый учебный год воспитанницы отделения волейбола спортивной школы тренера Ирины Комаровой начали ударно, успешно выступив сразу на двух крупных областных первенствах, проходивших в Нижнем Тагиле. Наша съемочная группа побывала на одной из тренировок полевчанок, и мы готовы рассказать, как они готовятся к следующим ответственным стартам. Вот уже 6 лет юные полевские волейболистки и воспитанницы спортивной школы тренируются в спортивном зале 17-й школы. В нашем городе проблемы с залами, я думаю, что это знают все, и скрывать не надо, что в нашем городе в бюджетной сфере у нас только спортивная школа, а она не может принять всех. Нам здесь комфортно, уютно, ну и здесь мы трудимся. Конечно, был бы зал лучше, побольше, результат бы раньше был лучше, потому что в маленьком зале мы проигрываем прием, мы проигрываем, нам мешают стены, мы не догоняем мячи, конечно, маленькие залы за собой несут и большие минусы. В этом сезоне девчонкам уже есть чем гордиться. Сначала команда старшего возраста, 2004-2006 годов рождения, принимала участие в розыгрыше молодежной лиги. Выступили неплохо, стали вторыми из восьми коллективов, лишь по дополнительным показателям, уступив всего несколько мячей, проиграли золотые медали Екатеринбургской «Уралочки». Буквально через три дня в том же Нижнем Тагиле среди команд на год моложе проходило первенство Свердловской области, в котором также соревновались восемь сборных. После, конечно, второго дня мы поняли, что можно, в принципе, уже претендовать и на не просто призера области, а все-таки когда-то на победителя области. И мы сыграли эту область со всеми командами в 3-0. Вообще чисто сыграли и заняли наконец-то, к чему мы шли очень долго, много лет. Занимаясь в этом зале с 2015 года осени, мы все-таки дошли до того, что мы стали победителями и призерами по этим возрастам. За счет тренировок и подготовки и внимания, слушания тренера? Ну, непривычно после, наверное, школьного зала выходить на более просторные помещения, там как по-другому настраиваться приходится? Ну, мы уже привыкли, нужно просто адаптироваться быстро и все. Мы заработали первый взрослый разряд, но всегда есть к чему стремиться. Если раньше команды из Екатеринбурга были, казалось, недосягаемыми для полевчанок, и нашим девчонкам приходилось бороться лишь за второе место с другими областными волейбольными коллективами, то вот, наконец, удалось переломить ситуацию и стать сильнейшими в Свердловской области. Времени почивать на лаврах нет уже на этой неделе. Во Дворце спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода стартует первенство области по волейболу среди девушек до 17 лет. И полевчанкам нужно держать марку. Вот я-то всегда за победу. Как дети болеть начали. Вот травма, да, вот у капитана тоже команда сейчас порезалась там, короче. Вот. Ну, будем бороться. В призеры-то надо входить. Ну, как получится. Помимо командных успехов у девчонок есть и личные достижения. Так Екатерина Марюшкина своей игрой получила вызов в сборную Свердловской области по волейболу. И теперь у остальных юных полевских волейболисток есть стимул тренироваться и выступать еще лучше, чтобы тоже выступать за главную команду региона. Новую порцию спортивных новостей смотрите на нашем канале, как обычно, в следующий четверг. А пока новости не только спортивные, вы всегда можете узнать на наших сайтах channel11.ru и полевской24.rf. На этом на сегодня все. Продолжайте заниматься спортом, где бы вы ни находились. Смотрите овертайм, подписывайтесь на 11 канал в YouTube и наших социальных сетях, чтобы не пропустить самое важное и интересное. А также подписывайтесь на главный, да что там главный, единственный спортивный YouTube канал Полевского, держатель микрофона. С вами был Максим Исаенко. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok